Ну, когда мы говорим квантовый скачок, мы подразумеваем прежде всего, конечно, скачок, скажем, электрона с орбиты на орбиту, Боровскую, с одной на другую. И вот такая ассоциация возникает, естественно. Речь здесь пойдет на более широком понимании. Что такое квантовый скачок? Квантовый скачок, в моем понимании, это вообще любое перемещение квантового объекта, как я понимаю. Элементарное перемещение квантового объекта в пространстве. Почему я так считаю, я объясню позже. То есть, собственно говоря, и начинаю, приступаю уже к объяснению своей позиции, своей точки зрения, своей модели. Ну вот, схематическое изображение на экране перед вами. Ну, казалось бы, ну что, тривиальная вещь. Но в этом всем, что сейчас изображено, интересно то, что электрон один. Один и тот же. И он никогда не пересекает плоскость, вот эту x-y плоскость. Она никогда не пересекает с электроном. Понятно, что для классического понимания движения, перемещения в пространстве, ну, это остается совершенно запредельным, то есть непонятным, с точки зрения классического движения. Ну вот, пример из квантовой химии. Скажем, экспериментальная ситуация, связанная с тем, что один и тот же электрон обнаруживается с равной степенью вероятности, в 1-2 вероятность, 50%, то около одного иона, то около другого. Но никогда одновременно около обоих ионов электроны не обнаруживается. То есть каждый раз мы обнаруживаем что-то новое в нашем наблюдении, но никогда не вместе, не около обоих сразу. Ну вот квантовый туннельный эффект, когда электрон с не очень большой вероятностью, но имеет возможность преодолеть энергетический барьер. Ну, если брать, допустим, аналог макроскопический такого эффекта, квантового туннельного эффекта, так это, ну, примерно, как вот если мяч находится в колодце, глубоко в колодце, футбольный мяч, и он совершенно мгновенно оказывается там за несколько километров от, собственно, этого колодца. Непонятным образом. Ну вот такой вот макроскопический, зарисовка этого квантового туннельного эффекта, ну, как он описывается в традиционной науке, вот видно из этого рисунка. И о темпоральной интерпретации квантовой механики, о которой пойдет речь дальше, и о которой, собственно, предложено мною, она объясняет, ну, в частности, вот эти эффекты, и еще ряд других эффектов квантовых, связанных с нелокальностью квантовой, ну, объясняет, если можно так сказать, системно, то есть логически объясняет, или хотя бы делает попытку такую, делается попытка в темпоральной интерпретации квантовой механики. Ну, она, это интерпретация отлично от известных, в частности, от доминирующей Копенгагенской, от многомировой, от статистической. Это нечто совсем другое. При этом предварительно можно сказать, что она не нарушает ни одного фундаментального закона или принципа. Дело в том, что вы знаете, что после того, как стало понятно, что стало ясно, что такое явление квантовой нелокальности существует, разные предлагались решения для того, чтобы объяснить, как эта частица может одновременно находиться в двух разных местах. и объясняли, была попытка объяснить, что, так сказать, вот, ну, может, время течет в обратном направлении. Может быть, пространство вообще, с которым мы имеем дело в квантовой механике, пространство микромира лишено протяженности. Может быть, не работает классическая логика, скажем, закон исключенного третьего, применительно к явлениям микромира. может быть, нарушается закон сохранения энергии, тогда как-то это все можно... Что такое случилось, а? У меня что-то прекратилось. Скажите, пожалуйста, Эдуард Алексеевич, скажите, пожалуйста, там, человеку, у меня... Сейчас я подойду. Сейчас. Отображение. Таким образом, попытки объяснить квантовую нелокальность сделались самые разные. Но... Понятно, что прежде чем... Прежде чем что-то объяснять, нужно каким-то образом согласовать с тем, что известно, с тем, какие фундаментальные законы существуют той или иной науке. А потом уже... Ну, это, собственно говоря, нормальная практика в науке. Так, сейчас, извините. Ага. Так. Ну, вот сама интерпретация. Первая позиция. Дело в том, что в науке, к сожалению, в 20 веке произошло смешение понятий физическое пространство и математическое пространство. И материальный объект. Вот все эти три сущности смешались, пересеклись. И уже непонятно, о чем идет речь порой. И хотелось бы, действительно, определиться с тем, какое же наиболее характерное свойство реального физического пространства. Ну, понятно, что оно трехмерно. И оно, в отличие от математического пространства, оно обязано, просто обязано содержать материальные объекты. Оно немыслимо, не заполнено пустым, или абсолютно пустым. Ну, а математическое пространство, допустим, пространство действительных чисел, оно совсем не содержит материальных объектов. Это нормально, это естественно для математического пространства. Другое дело, что математическое пространство могут привлекаться для объяснения тех или иных процессов. Но бывают случаи, когда в этом необходимости нет. Скажем, тогда, когда мы рассматриваем движение в пространстве, перемещение в пространстве одиночного квантовой частицы, допустим. Тогда совсем не обязательно привлекать эти математические пространства для того, чтобы объяснять процесс самого движения. Есть принцип бритвы Акаме, который требует простоты в данном случае. Второй пункт. Я не буду зачитывать, понятно, что текст виден. Не виден текст? Зачитайте, пожалуйста. Хорошо. Значит, первый пункт. Реальное физическое пространство. Трехмерное обязательно содержит материальные объекты. Второй пункт. Лучше свет, конечно. Нет. Значит, дело в том, что такая господствующая копенгагенская интерпретация квантовой механики подразумевает, что реальность существует только в момент наблюдения. Ну, это известная, так сказать, позиция копенгагенской школы. Частицы находятся только в момент наблюдения. Мегасекунды есть. В пространстве. И координаты, в том числе, частицы находятся только в момент наблюдения. Чего выключить? Не надо. Господи, надо вот это что? Надо поле изменить на белое, а на тексты на белое. Слушайте, ну, давайте послушаем. Хорошо, давайте дальше тогда. Значит, потому что время идет. Значит, копенгагенская интерпретация квантовой механики подразумевает, что частица имеет координаты только в момент наблюдения. И когда мы не наблюдаем частицы, то этих координат... Есть только вероятность координат в соответствии с копенгагенской интерпретацией, но нет самих координат у частиц. Так вот, представляется, что подобное положение копенгагенской интерпретации нарушает закон сохранения энергии. Ну, в самом деле, отвернулись. Это крайний субъективизм, и частицы нет. Есть лишь вероятность ее координат, а координат у нее нет. Ну, и потом, если она действительно куда-то исчезает, то надо объяснить, куда. И вообще, это нарушение закона сохранения энергии, исчезновения частицы из пространства. Третья позиция. Сейчас видно, да? В состоянии суперпозиции находится не материальный объект, а его волновая функция. Вот тут тоже есть некие трудности с пониманием, потому что очень часто считают, что объект превращается в волну, а потом опять обратно в частицу. Хотя состояние суперпозиции – это состояние нашего описания самых разных, взаимоисключающих состояния частицы, возможных, но никак не собственной частицы. То есть, важно отделить... Мне очень сложно, друзья, когда вы разговариваете, мне очень сложно говорить. Честно, это мешает. Очень важно отделить, собственно, материальный объект от той информационной сущности, которая описывает его состояние. То есть, от волновой функции. И если, допустим, копенгагенская интерпретация подразумевает, что в момент наблюдения волновая функция схлопывается к частице, то это что у нас получается? Опять у нас получается, волна вероятности превращается в реальную физический объект, в частицу. То есть, это никуда не годится. Поэтому мне представляется, что очень важно, что в состоянии суперпозиции действительно находится не материальный объект, а его волновая функция. Это обозначить, это положение. Четыре. Четвертое положение. Определенные координаты частицы в пространстве в настоящий момент времени дополняют неопределенность пространственных координат в следующий, сколь угодно, близкий момент времени. В данном случае речь идет о трактовке соотношения неопределенности Гейзенберга. Действительно, когда мы наблюдаем частицу с какими-то координатами, то мы не знаем, в точности не знаем, какие координаты у этой частицы будут в следующий, сколь угодно, малый момент времени. И если копенгаггская интерпретация предлагает трактовать это таким образом, что вот наблюдаем координату, значит есть координата, а наблюдаем импульс, значит есть импульс, но нет координаты. И представляется, что это тоже не совсем справедливая трактовка, потому что думается, что координаты есть всегда, поскольку если бы их не было, то это было бы прямым нарушением закона сохранения энергии. А вот скорость, мы можем приписать объекту скорость относительно других объектов, но в каком-то элементарном перемещении, бестраекторном перемещении, о котором говорят действительно в квантовой механике, этой скорости нет вообще. То есть она отсутствует, как таковая. Пятый пункт. Элементарное микроскопическое перемещение микрочастицы бестраекторно. Ну понятно, что микроскопическое уравнение Ньютона для описания движения квантовой частицы не подходит, неприемлемо. И когда мы говорим о таком квантовом скачке координат, то он действительно между точкой, откуда частица исчезла, и точкой, где она появилась мгновенно, совершенно мгновенно, нет никакой траектории между этими точками. Шестое. Микроскопическая динамика необратима во времени. Ну понятно, что если мы начнем еще и с причинностью играть, со временем поиграли, опустили его в обратном направлении, или с причинностью, где начинают причинно-следственные связи рушиться. Ну это снежный ком нарушенных хаоса, нарушенных связей причинно-следственных. Давно бы нас всех поглотило. Не было бы ни мира, ничего бы не было. Поэтому вот существует такое условие микропричинности, которое совершенно справедливо в науке. Ой, не туда, простите. Так, 8, 9. Следующий пункт, 7. Существует бесконечное разнообразие граничных условий взаимодействия квантового микрообъекта. Существует такой принцип Колычева. Звучит он так, философский принцип, хотя Колычев сам физик, теоретик по образованию. Звучит так. Существует только то, что имеет различия. Значит, так вот, действительно, если в макромире граничные условия, они, так сказать, их более-менее подогнать можно, то есть сделать идентичными, похожими, аналогичными, подобными, то в микромире микрообъект очень зависит от этих граничных условий его поведения, поэтому, а эти граничные условия бесконечно разнообразны, и поэтому мы никогда не можем определить, а где в следующий момент мы обнаружим частицу, с какими координатами. Вот это все связано с тем, что бесконечно разнообразны граничные условия. Следующий пункт, 8. Редукцию волновой функции нельзя понимать как превращение волны вероятности в реальную частицу. Ну да, это мы уже говорили об этом. Редукция волновой функции – это резкая смена одной волновой функции на другую. А коллапс волновой функции – это когда вот схлопывается, как волновая функция схлопывается, как полагают копенгагенцы, к какому-то одному положению частицы. Ну, мы уже говорили об этом, что нельзя понимать это как реальное превращение волны в частицу. Девятый пункт. В состоянии суперпозиции реализуется как логическая, так и временная последовательность состояния волновой функции. Что это значит? Это значит, что даже в бесконечно малый промежуток времени существует некоторая вероятность пребывания частицы в некотором объеме. А в следующий за ним бесконечно малый отрезок времени существует конечная вероятность отсутствия частицы в этом же объеме. И собственно на это указывает уравнение Шрёдингера Основополагающее уравнение квантовой механики На то, что вот так вот частицы мигрируют из одной области в другую совершенно темпорально То есть не прямо, но косвенно уравнение Шрёдингера на это указывает Ну вот такая графическая схема движения квантовой частицы предлагается А это вот такая траектория квантовой частицы в пространстве дискретная Если между вот этими дискретностями нет траектории, то в общем можно говорить как-то о траектории Не так давно канадцы провели эксперименты, они очень часто наблюдали оптики из Канады За фотончиком, они наблюдали его положение в пространстве и его импульс И очень часто это делали У них получилось нечто наподобие траектории движения частицы И они опубликовали, это очень заинтересовало, заволновало научную общественность Потому что принято считать, что траектории нет Ну действительно, траектории нет между вот этими элементарными перемещениями, дельта-телепортациями Частица находится в каких-то точках, она там пребывает какое-то мгновение, взаимодействует там Дает о себе знать И собственно здесь можно говорить о каком-то подобии траектории Но дискретный, не сплошной, конечно Какой из всего этого напрашивается вывод? Ну вот вывод принципа темпоральности Некоторые параметры квантового микрообъекта Например, координаты изменяются темпорально Но это могут быть совсем не координаты Это может быть и такой параметр, как поляризация фотона Ну известные эксперименты АСТОКО, которые проведены в разрешении неравенств Белла И которые подтвердили нарушение неравенств Белла Когда два фотончика от одного атома летят в разные стороны Если на пути одного фотончика прибор, который изменяет поляризацию его То второй, который летит в противоположную сторону Совершенно мгновенно реагирует, тоже изменяет направление поляризации То есть речь идет не только о перемещении Не только координаты изменяются темпорально Но и состояние Некоторые состояния квантового объекта Могут изменяться атомпорально Могут темпорально, а могут и атомпорально Так, дальше Ну я перехожу ко второму своему докладу О темпоральные процессы в природе Хорошо, договорились, давайте Вот у меня есть несколько вопросов Вы сказали, что мир однозначно трехмерен Вот слово или фраза однозначно Я не говорил, что мир однозначно трехмерен Я так не говорил Но вы изначально сказали, что мы должны рассматривать модель Модель из-за того Я единственный мой тезис основной Сводится к тому, что если мы говорим о движении одиночной частицы То мы должны ее перемещение в пространстве рассматривать Именно в трехмерном физическом движении То есть вы не утверждаете, что мир однозначно трехмерен? Нет Хорошо Значит теперь принцип Кулащева Что существует только то, что имеет различие Может быть немножко переформулировать Что осознается лишь только то, что имеет различие? Я с этим не согласен Потому что я с этим не согласен Я понял Мы начинаем дискуссию Вопрос задан Послушаем ответ докладчика Опять она, ну что это такое? Опять у меня пропало В третью картинку вернуться Можно вернуть картинку? Вернуть картинку Где значит на линии несколько точек элементарной частицы Да, в предыдущую картинку Я хотел бы задать вопрос по-другому Скажите, у меня опять она исчезла Вот, да, слушаю вас Вот можно вернуть картинку, значит Где вот было несколько точек Ну где там 8 частичек Да, да, внизу Линия Можно вернуть на презентацию? Опять у меня что-то лук Видите? На это нажимай, да? Спасибо Я задам вопрос Потому что он меня очень волнует То есть я сразу скажу Вот эту картинку верну Да, отлично Смотрите На самом деле мне кажется Что принципиальным вопросом Принципиальным вопросом понимания квантовой механики Ответом на этот вопрос Является следующим И ответа пока этого нет Первое Да, действительно Безусловно Эксперименты показывают Что это так Но как интерпретировать эту картину? Либо Либо Квантовая частица Присутствует одновременно везде Вот то, что мы видим Да, например Как здесь То есть это одна и та же частица Внимание Либо вариант другой Что мы можем кусочно Сделать траекторию Кусочно целостной И тогда мы можем рассматривать Этот объект Или этот феномен Как существование материи В виде совокупности путей Принципиальный Это вопрос принципиальный Это разный Подождите Это вопрос принципиальный Не одна, а разная Секундочку Это вопрос принципиальный Потому что ответ на этот вопрос Ответ на этот вопрос Именно корректный ответ Либо одно Либо другое Позволяет создать Создать картину мира Вы говорите об интегралах По траекториям Феймана, нет? Я хочу узнать Смотрите еще раз То есть Сейчас Мы можем трактовать Эту картину Она действительно Мы можем выспрашивать То или другое Я спрашиваю Какой точки зрения Хотел Какой точки зрения Вы придерживаете То есть Глупо говоря Физическую реальность Мы должны представлять себе Как совокупность траекторий Либо же То есть Глупо говоря Мы можем соединить Кусочно-линейным образом Кусочно-линейным образом Либо вариант второй Что все-таки Физическая реальность Представляет Отсутствие траекторий Отсутствие И мы наблюдаем Мы наблюдаем Одну Это одна частица Одна частица Которая локализована Подчеркиваю В разных Квантах пространства Значит Что касается По индивидуальным частицам Существуют ли Индивидуальные частицы Но с точки зрения Чисто логической Да Вот ваше мнение Чисто логической Точкой зрения Когда говорят о принципе Тождественности частиц Да То имеют ввиду Принцип прежде всего Неразличимости частиц Это ответ на этот вопрос То есть это одна частица Это одна частица Да И это подтвердили эксперименты Которые За которые была получена Нобелевская премия В 2013 году Они подтвердили То что индивидуальная Квантовая частица Ее можно наблюдать Позиция ясна Все Теперь что касается Мы ведь Ну скажем В камере Вильсона Мы тоже наблюдаем Нечто наподобие Дискретности Но это не есть Ее траектория В камере Вильсона Это есть Просто Так сказать Скажем Точки в пространстве Где она взаимодействовала Я понимаю Смотрите Я согласен с вашим мнением Согласен Но тогда мы должны Перейти дальше Глубо говоря Что мы видим между ними Вы продолжаете Вопросы Или дискуссия уже Что между ними Меня сейчас В данный случай Никак не Не интересует Понимаете Еще один вопрос Пожалуйста Вы сказали Два фотона От одного атома Да Это эксперименты Аспека Значит Два фотона От одного атома Одновременно Значит Тогда фотоны Разных энергий Но Они в разные стороны Летят От одного атома Два фотона Не может быть Нет Они разнесены Во времени Поясните Докладчик Мы включаемся Давайте сейчас Не будем Эксперименты Аспека Известны И Вот моя трактовка Их Так сказать Ну Она с традиционной не расходится никак, понимаете, то есть, ну кроме того, что я считаю, что взаимная скорость их взаимного удаления 2С а принято считать, что тут, так сказать, о скорости ладно, да я читал ваши работы, просто внимательно читал ваши работы и господин Дениченко является сотрудником организации под этой импаральностью, вы подразумеваете дискретность, либо же дискретность или нет? давайте доклад послушаем вот этой импаральностью я подразумеваю вневременный процесс процесс вневремени, поэтому здесь говорить о дискретности, непрерывности это нет процесса, не может быть опираться на закон сохранения энергии мгновенно, это ноль почему, почему он не фундаментальный по-моему, время у доклада позволяет еще вопросы задать не кажется ли вам, что квадратный скачок наблюдается нами потому, что мы неправильно представляем себе строение капологии в нашем сознании, в нашем выражении не можно а там, пожалуйста, а ты если мы рассчитаем завтра и на себя частично тогда это мгновенность окажется все высокий кусочек как вы смотрите это уже отражает все параметры ну, это возможный подход это возможный подход но он мне не близок и почему я объясню дальше вот по втором своем докладе позвольте мне ко второму приступить потому, что у меня времени уже не хватит на второе вот тогда ваш вопрос после второго доклада хорошо? счета счета накажен при помощи комфорт дорогая штão